Ворону объяснимого История чистой воды правда Слишком впечатлительным советую пропустить Итак, начну Я живу в большой деревне в пяти километрах от города Обычные дома, люди, улицы Наша деревня никогда не славилась чем-то сверхъестественным И необычным И люди никогда не рассказывали ничего странного Да и нет у нас старых домов с призраками на пустыре Которые фигурируют чуть ли не в каждом страшном рассказе Но все же что-то меня волновало на протяжении многих лет И особенно чувство волнения усиливалось в моем доме Все началось днем Я пришла с работы Немного прибралась И села смотреть ходячих мертвецов На улице еще было светло Увлеченное просмотром Я услышала на кухне звук разбившейся посуды Сразу скажу Животных дома я не держу Весьма настороженно я вышла на кухню И простым языком сказать Офигела Шкафчик с посудой Который прибит к стене Был открыт А на полу Лежали осколки тарелки Я не могла найти никакой объяснимой причины На которую можно было это списать Получается Шкафчик сам открылся Тарелка сама вылетела из сушилки Для посуды Которая установлена внутри И отлетев Упала на пол Благо был вечер И все выглядело не так страшно Как это было бы ночью Но ночь тоже не за горами Пока я готовила ужин Кушала И смотрела телевизор Я отвлеклась И забыла о произошедшем Настало время сна Я выключила свет И закрыла глаза Сон никак не хотел приходить ко мне Поэтому я просто лежала С закрытыми глазами Невольно Прислушиваясь к каждому звуку Вдруг на чердаке Я услышал отчетливые шаги Шаги Какие к черту шаги Ночью на чердаке Которые уже лет пять Как забить досками наглупо Я задрожала И вжалась в кровать Слушая каждый стук По потолку Кто-то ходил монотонно Туда Обратно И вдруг Шаги затихли Оно Остановилось И раздался Невыносимый крик Женский крик Пронзительный Как стрела Я дрожала Меня знобило от страха Я даже позвонить Никому не могла Потому что Телефон Был на зарядке На тумбочке Когда крик стих С чердака Послышались Глухие шепоты Казалось Там было не меньше Пяти человек Я пыталась понять О чем они шепчутся Но Безрезультатно У них был Какой-то свой язык Шепоты усиливались И я отчетливо Слышала Громкие голоса Но снова Совершенно Непонятные Мне слова Потом был смех Они смеялись До ужаса мерзко Казалось Смеялись Надо мной И моей Беспомощностью Но в один момент Все стихло А из звуков В тишине Были лишь Мои всхлипы Все Подумала я Но как же Я ошиблась Луна светила Этой ночью Предательски ярко И посмотрев В окно Я заметила Черный силуэт Медленно Идущий По моему Двору Господи Что я Такого Совершила Что ты Мне Наслал Все это Проклятие Пронеслось У меня В голове Внезапно Силуэт Остановился У моего Окна И замер Он смотрел На меня Он Видел Меня И я Это Чувствовала Лица Лица Не Было Видно Я Не Смогла Разглядеть Ни Частички Этого Человека Так Прошло Примерно Десять Минут Мы Неподвижно Смотрели Друг На Друга Я Боялась Моргнуть И про Себя Читала Все Известные Мне Молитвы Не В силах Больше Терпеть Этот Страх Я Все Ж Закрыла Глаза И надеялась Что Все Исчезнет Понимаю Это Наивно Но Я Закрыла Я Открыла Глаза И за Окном Действительно Никого Нет Но Тревожное Чувство Меня Не Покинуло Я Почувствовала Жуткий Холод И Поняла Что Это Нечто Стоит Прямо У Моей Кровати Я Медленно Повернула Голову И Никогда Не Была Права Так Как В Этот Момент Оно Стояло Рядом Повисло Надо Мной Прямо У Края Кровати Хотелось Просто Умереть Чтобы Не Чувствовать Больше Страха Но Все Ж Невольно Я Рассматривала Это Существо Человек В Черном Пальто До Самого Пола В Черной Шляпе И Черных Перчатках Из Под Шляпы Можно Было Увидеть Лишь Пустое Отверстие Это Был Рот Как Я Поняла Овальная Черная Дыра Вокруг Которой Двигалась Плоть Как Будто Он Пытался Что-то Сказать И Он Заг 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 Разными Голосами Теми Самыми Голосами С Чердака Я Почувствовал Как Меня Покидают Силы И Не Выдержав Больше Этого Ужаса Я Потеряла Сознание Утренние Лучи Солнца Настойчиво Пробивались В окно Я Очнулась Все Было Как Обычно Кроме Моей Напрочь Расшатанной Психики Быстро Одевшись Я Пулей Выскочила Из дома И Побежала К соседям Рассказывать Ничего Не Стало Иначе Примут За сумасшедшую Я Набрала Номер Мамы И Попросила Пожить У нее Уже Через Пару Месяцев Дом мой Был Продан И Я Даже Не Хочу Думать Что Там Происходит Что Касается Того Существа Я Не Знаю Почему Она Выбрала Меня Почему Не Тронула Просто Не Знаю Даже Нет Никаких Предположений С Денег От Проданного Дома Я Купил Однокомнатную Квартиру В Городе И Завела Себе Собаку Теперь Она Мой Лучший Друг И Соратник Во всех Делах Помогает И Оберегает Меня Я Рада Что Все Закончилось Желаю Всем Вам Никогда Не Столкнуться С Подом Продолжение следует Продолжение следует